В одном забеге от Олимпийской сборной страны. Когда-то Ульяновец Евгений Мартьянов претендовал на участие в Московской Олимпиаде 80. Однако даже его высокого мастерства не хватило для того, чтобы выиграть конкуренцию ведущих марафонцев Советского Союза. При этом неудача не сломила ульяновца. Он до сих пор в спортивном строю. Бег дает очень много. Во-первых, не оглядываясь назад, буду болеть. Однозначно нет. Второе. Всегда эмоции, всегда с молодежью, всегда на таком подъеме. Вместе с коллегами по клубу любителей бега Ювенис Мартьянов открывает Международный Олимпийский день. В Ульяновской области этот спортивный праздник проходит уже в третий раз. Более сотни мероприятий, более 10 тысяч участников. Вся эта массовость ради вершины олимпийского чемпиона. Если мы говорим о развитии олимпийских видов спорта, я бы хотел, чтобы у нас более агрессивная, в хорошем смысле слова, была политика и государственных органов власти, и нас как общественности. Потому что я уверен, что никто лучше олимпийского чемпиона не может прославить свою родину, как большую, так и малую. Тем временем оживает главная площадка Олимпийского дня – центральный пляж Ульяновска. Первыми в борьбу за награды вступают пловцы-марафонцы. Заплыв в Симбирской миле проходит в идеальных условиях. Вода еще не цветет, а поверхность Волги как зеркало. В Ульяновске в этот день полный штиль. Заплыв на преодоление, хоть он не очень большой. Но вода холодная, по-моему, 17 градусов всего. То есть самое главное – зайти в воду и проплыть этот километр. Пляжный футбол, пляжный волейбол и даже пляжный рэкбол, не входящий, кстати, в программу Олимпийских игр, однако поддержавший спортивный праздник показательным турниром. В нем приняли участие несколько команд. Парадоксально, у региональной федерации нет председателя, но есть много поклонников этой игры. Хотелось бы, чтобы возродилось именно движение, спортивное движение. И я считаю, что массовость у нас страдает на сегодняшний момент. Вот такие мероприятия, они как раз и популяризируют спорт, здоровый образ жизни. Международный Олимпийский день в Ульяновской области не был бы полноценным международным, если бы не боксеры. Полторы недели до этого они проводили тренировочный сбор совместно с юными боксерами Казахстана, а напоследок турнир в формате «Стенка на стенку». Казахская школа одна, российская школа боксер чуть другая. Они смотрят друг за другом, что-то берут, положительные моменты какие-то и пытаются внести в тренировочном процессе. Это очень здорово у нас. И мы будем чаще проводить такие сборы. И куда в этот день без настоящих олимпиоников? Легкотлет Владимир Крылов и борец Виталий Константинов – главные герои праздника. Наручными часами их чествует губернатор Сергей Морозов. Для меня Олимпийский день – это прежде всего связано с нашим подрастающим поколением. Подрастающее поколение – это наше будущее, это наши новые олимпийские звезды, наши новые олимпийские призеры. Очередной Олимпийский день ушел в историю, однако спортивный праздник продолжается. Каждый участник может выиграть поездку на зимние Олимпийские игры 2018 года в Корею. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Олимпийского комитета России, сфотографироваться с дипломом участника Олимпийского дня и отправить это фото в Олимпийский комитет. Итоги конкурса – 10 июля. Михаил Рассашанский. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.